Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Пошивала Купается? Ну вот и весь море Может быть и не такая золотая вода Там большая вода Море вдали Среди савин Они не такие большие вода В Барселоне, около Морского музея А вот и вода А вот и маргаритки Там уже цветут Пожарные машины Пожарные машины Пожарные машины Центрация Красиво И притяните你的 мимо Желательно Его знают А, видишь, смотри, как интересно. Это прямая улица, а от нее расходятся как лучи. Другие улочки. Спасибо. Снимать интересно. Сейчас по улице, а потом надо будет узнать, где люди. Как дети, где люди. Нейтральная улица Барселоны. Снимать. 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 А вот это. Особенно главной. Об этом здании. Докум. Сила. Сила на восток. По смещению расочных саразитов. Музей. А, музей, эротики. Посмотри, какие интересные аппликации. Что? А это надо крепко очень. Чеш, заслави, поймутись. Ты слышал? Слышал. Дон Кихот. Пять минут посиди и посмотрим. Пошли. Мы идти здесь. Магазин. Магазин музыкальных инструментов. Видишь? Тут лютня, гитара. Где? Ну вот, напротив. Людние вещи. Наверное, что-то более существенное. Типа пицца или что-то. Да какая пицца? Дражды. Реклама. Реклама. Попугай 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Барселона, стоящий фонтан. Барселона, стоящий фонтан, стоящий фонтан. Музей Каталонии. Грандиозное сооружение в Барселоне. Музей работает четверга по субботу. Раскресенье тоже работает до двух. Музей Каталонии. 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 Субтитры делал DimaTorzok Чайковский попал Зрелище, конечно, удивительное Субтитры делал DimaTorzok Чайковский попал 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 Продолжение следует... 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 Вот это Гауди, вот это его стиль, это его произведение и это его талант, выдающийся талант Про этот фасад, конечно, можно говорить и говорить и рассказывать Постараемся обсудить все самое интересное Во-первых, так как я вам сказала, по проекту должно было быть 3 фасада и 18 башен Мы видим всего 2 фасада и 8 башен Но башни имели каждое свое значение У каждого фасада должно было быть 4 башни По общей сложности у трех фасадов должно было быть 12 И они все должны были быть посвящены апостолам, 12 апостолам Остальные башни должны были быть посвящены еще 4 евангелистам Потом самая высокая Богоматери и чуть пониже Иисусу Христу Их не существует и мы их пока что не видим и неизвестно, увидим ли или нет Но вот эти, они посвящены тем евангелистам, которым успели посвятить Восьми евангелистам И вот это главный фасад, это главный вход и 3 входа В основном всегда в готике уже в 13 веке это было так И так как это приблизительно ложная готика, мы снова видим 3 входа И они тоже всегда посвящаются В данном случае посвящены любви, надежде и милосердию Они все, если заметить, декорированы Во-первых, теми же абстрактными узорами, которые мы встречали уже в парке Гуэль Которые ничего конкретного из себя не представляют Но создают какое-то впечатление природы, цветов, растений и так далее Потому что это всегда украшало его произведение Но также мы с вами видим очень-очень много религиозных сцен Если заметить, все, что мы видим, все это персонажи религиозные И так как он работал в реалистическом стиле И даже если быть знакомым из Библии, можно узнать и познать каждого там персонажа Есть очень много разных изображений Пещерка, в которой мы видим небольшую коронацию Это коронация самой Девы Марии Это момент, когда уже она возвышается в святые И проходит коронация ее как богоматерь Трубящие ангелы, которых мы можем видеть у входов Они обозначают ангелов, которые человечеству показывали И давали знать человечеству о рождении Иисуса Христа Также мы можем там заметить венчание богоматери Мы можем заметить Иисуса Христа, работая в мастерской Избитие детей там тоже изображено Но это все, у вас сейчас будет время подойти посмотреть Очень также интересно вот это кипарисовое дерево, которое мы видим наверху Сделано из венецианского стекла Потому что у Испании были очень хорошие отношения Испания проходила разные периоды экономические Иногда очень была она благоустроена, иногда была очень бедна В данном случае это был очень хороший период И венецианское стекло здесь они могли спокойно достать Были очень хорошие отношения коммерческие у Испании Так вот, тот же самый туф покрыт вот этим венецианским стеклом И голуби, которые съедаются Вы знаете, символика это такая вещь, каждый ее может читать по-своему Существуют самые разные версии про то, что это означает Одна из тех, которые мне больше всего нравятся Можно сказать, это то, что это венецианское дерево обозначает сам рай Святость, Бога И белые голуби, они символизируют нас Все человечество, которое рано или поздно тянется к Богу Возвращается на правильный путь к святости и так далее Но есть песня внизу, это голубь мира Белый голубь, это голубь мира И если заметите, надписи и горизонтально, и вертикально Это святые испанского календаря В Испании существует такое понятие, как календарь святых Великие люди, которых возвышали потом святых и так далее Они становятся покровителями Либо дня какого-нибудь, либо города какого-нибудь И получается огромное количество святых Так вот, по идее, на всех башнях, которые должны были существовать Должны были быть написаны их имена Написали только те, которые поместились Явная разница, я уже об этом и не говорю О его фасаде, о фасаде, который был достроен попозже Об этом уже, наверное, не стоит говорить И небольшой курьез Говорят, и на самом деле, если присмотреться, их можно найти Что, конечно же, опять в стиле самого Антонио Гаудеев Очень своеобразный, не мистический Там изображены вот под этой коронавией Изображены, знаете, зодиака Но, по-своему, очень Все знают, друзья Если человек находит свой Он его может там увидеть То это, понимаете, часть Это, понимаете, дальше к каждому человеку Он может подойти и постараться Изнутри там пока что смотреть Ничего Единственное, что можно было бы сделать Это подняться вот на башню Откуда открывается небольшая обзорная площадочка Но, во-первых, мы уже были в парке Голь Во-вторых, нам еще предстоит еще окна И можно, наверное, намного интереснее Посмотреть все вокруг Желающие, давайте пройдемте со мной в магазин Который начинается до 110 Это обыкновенные башни Самая высокая должна была быть в 125 метров И пониже, которая посвящена Иисус Христу, в 115 Держи толстого раз Здесь Извините В первую очередь Изостров Ваши пасады Это обыкновенные башни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И практически у алтаря она его бросила, ушла к его другу, к его близкому другу После этого никаких романов не приписывалось, Антонио Гауди никаких историй про любовь больше не узнавалось И говорят, что Антонио Гауди женился на архитектуре Он женился на архитектуре и конкретнее на храме святого семейства, которому посвятил больше 40 лет своей жизни Очень странно то, что при своем очень хрупком здоровье и очень плохом здоровье Он дожил до достаточно взрослого возраста Имейте ввиду, что в те времена, в 1926 году, когда он погиб 71 год, это достаточно уже взрослый возраст И причем наотрез все Потом, буквально несколько лет назад, открылись снова трамвайные римы Антонио Гауди погружен в свои мысли, как всегда, думая, скорее всего, о проекте храма Он каждый вечер выходил на прогулку в парк неподалеку отсюда От святого семейства, от храма святого семейства Согранная фамилия по-испански И, видимо, не заметив абсолютно даже, где он находится и какую дорогу он переходит Его сбил трамвай Его сбил трамвай и сильно его поранил И говорят, что, несмотря на то, что при жизни он был уже очень сочеткий Которые сейчас как кольцевые для дорожного движения Но когда-то их были очень широкие для тех времен улицы, пространство И благодаря ним как раз появлялось такое впечатление расширения Эти улицы казались шире, больше, красивее И вот здесь строились все вот эти замки, их дворцы На сегодняшний день это тоже считается одной из самых хороших Одним из самых хороших районов и самых дорогих районов Которому принадлежат одни из самых престижных улиц Как, например, улица Диагональ Она проходит практически через всю Барселону, именно диагонально Если вы заметите, увидите, что у зданий нет углов Они все срезаны и между ними постоянно образуются такие площадки Таким образом у Барселоны появляется очень правильная и удобная структура города Планировка города Если сверху на нее посмотреть, она вся распределена на квадратики На очень четкие определенные квадратики, которые по-испански называются мансана Каждый район это можно назвать мансана Но мансана в переводе означает яблоко И на самом деле это так, потому что объясняется тем, что если вот посмотреть сверху И видеть вот эти четкие квадратики одного размера И создается впечатление яблоко сложено равномерно под бокорсинку И можно очень легко, в Барселоне очень сложно поделяться Особенно на машине, потому что постоянно нужно развернуться на одной из этих концептов И выехать опять на центральную улицу Барселона город очень дорогой, достаточно дорогой в составе Испании До недавних пор даже был дороже, чем Мадрид Дело в том, что сейчас уже Мадрид снова подтянулся на очень хороший уровень Стал немножечко дороже Дело в том, что не всегда Барселона была такой Она очень древняя, очень старинная И где-то она передает уже свой возраст Она показывает свой возраст Вот в таких старинных зданиях, когда вы едете в Мадрид Заметите, что разница существует большая И был момент, когда она уже совсем подухла Она погасла, она уже не была такой великолепной Но, слава Богу, некоторые мероприятия, которые проходили здесь, в Барселоне Ей помогли Посмотрите, пожалуйста, напротив Мы видим очень своеобразное странное здание Это тоже наш великий Гауди, конечно же, в своем стиле Это дом Батьё Батьё это такая фамилия каталанская И сделан этот дом не самим Гауди Он уже существовал Но он декорирован, реставрирован по заказу То есть уже по проекту Гауди Вот это семейство Батьё, еще одни буржуазы Заказали у Гауди реставрацию своего фасада И он решил через один только фасад передать целую легенду Легенду святого Джорды Это небольшая легенда, которая как-то объясняет появление каталонской нации Вот эти балконы в форме черепа И вот эти колонны в форме человеческих костей И наверху вот эта крыша цветная Они изображают дракона И людей, которых этот дракон сел Я сейчас вам попозже расскажу Очень необыкновенная Очень не вписывающаяся Ни в какой стиль абсолютно И латедрера в переводе означает каменолом Вот такой каменный дом Даже похож немножко на сказочный Такое впечатление, как будто он появился из какой-то сказки Посередине уже достаточно современного города Вот эти балконы железные Они напоминают засохшие листья Если обратите внимание Это как листья от засохшей Которые обязательно должны как-то передать в природу И они сделаны самим Жужолом Вот его учеником Джузеп Мариа Жужолом И одними работал он Потому что Антонио Гауди больше был специалистом в камне А Жужол уже работал больше сталью Вот эти фонари, которые вы видите Очень многие, практически все Приписывают Антонио Гауди Все говорят, что это тоже моего проекта Это не так Это не проект Антонио Гауди Это не работа Антонио Гауди Это уже совсем другие скульпторы Это просто школа скульпторов Никакого определенного автора у этих колонн нету Но так как они очень похожи на стиль Антонио Гауди И тем более вписывают очень хорошо к его стилю Вот их приписали тоже к его искусству Так вот эта Педра была очень непризната на самом деле Даже самой семье Мила сначала не понравилась Потому что она совсем не вписывалась Но когда уже потом глаз привык к такому необычному зданию Уже стали понимать величественность этого проекта Напротив вас, вот этот мир, который вы видите Это в честь независимости Испании Такой монумент существует практически во всех городах Испании Потому что существует такое понятие, как война за независимость Испании Это война против французов Когда Наполеон напал в 1808 году на Испанию Покорил Испанию Прислал сюда своего брата Джозе Бонапарт Который стал здесь королем И Испания перешла во французские руки Испания не захотела так легко сдастся И начала новую войну И до 1815-го, 14-го, 15-го больше я бы даже сказала Года шла война Из которой все-таки Испания с большой сложностью выкарабкалась Победила Барселоны Мы с вами продолжаем находиться в районе Эйшампла Вот эти все здания, которые вы видите Это конец 19-го, начало 20-го века Это буржуазия, это дворцы Теперь на сегодняшний день это государственные здания Которые, когда буржуазия исчезла Такое понятие буржуазия исчезла Несмотря на то, что сейчас здесь тоже Мы должны позволить жить Живут очень состоятельные люди Барселоны Но уже буржуазми они, конечно, не называются Это в аренду станет? Ну, которые в аренду, которые на продажу Которые уже, собственно, и квартиры Во всяком случае, раньше это были частные дворцы каждого семейства Сейчас это уже государственное здание И смотря, кто их продает, смотря, кто их сдает Как я говорила, Барселона постоянно только улучшается Улучшается, растет и прогрессирует Почему? Потому что первый случай Здесь было три мероприятия Но два из них влияли больше на благоустройство этого города В 1888 году была первая всемирная выставка В Барселоне Для которой построился монумент Христофору Колумбу Вот этот древнейший монумент Он построился именно в честь этой всемирной выставки Но больше так ничем особенно она не повлияла на облик внешней Барселоны Повлияла вторая в 1929 году С некоторыми мы уже вчера встречались Из вас с площадью Испании Которая была построена и возглавляет, лучше сказать Эту площадь Испании И поющие фантаны Он посвящен Франции Несмотря на свою старинность, на то, что он выглядит очень древним Тоже был построен к 1929 году в версальском стиле Называется дворцом из-за своей внешности Он построен по форме дворца Но это не дворец У Барселона город очень динамичный Очень динамичный, очень разнообразный Который сочетает в себе все периоды Которые прожила Испания и сам город И вот посмотрите, мы с вами встречались и с древностью Сейчас встречаемся и с современностью Но все это сочетается в очень хорошей гармонии И на самом деле Барселона считается очень динамичной Потому что здесь уютно всем Не во всех городах это так Да, здесь очень большой процент иммиграции Но даже здесь иммиграты себя не так плохо чувствуют Как, например, в других городах Вообще они себя здесь плохо не чувствуют Раз Два Барселона это город искусства Вот можно, конечно, сравнить две столицы Мадид и Барселона И даже можно где-то сказать, что Барселона Это вторая столица Испании И все, что касается администрации Политики сделанное здание Не захотели бы снести В конечном итоге Частная ферма коммерческих комплексов Купила это здание Решили изнутри будут строить Огромный коммерческий комплекс Там с кинотеатом, с магазинами, с ресторанами и так далее Но сохранили фасад Видите, сохранили объект То есть снаружи будет выглядеть так же Дело в том, что, если обратите внимание Подняли воздух этот фасад Этот фасад раньше Все, что вы видели Омывающим морям Иберийского полуострова Или не только Здесь так же и омываю Это фактический океан Один из берегов Иберийского полуострова Так вот, это произведение Чисто и без вмешательства Самого Гауди Только лишь самого Джузе Мария Жужола Над всем вот этим монументом Работал Джузе Мария Жужол И говорят Сейчас просто закрыт Но в основном У женщин в руках кувшины Из кувшины Ирийская гора Здесь жила Ирийская община Обратите внимание С левой стороны на эту шпиль Белого цвета Типично для вот этого архитектора Сантьяго Калатрава Сантьяго Калатрава Построил эту шпиль Тоже к 92 году Потому что, как я говорила Некоторые мероприятия Способствуют тому, чтобы Барселона улучшилась Так вот, я хотела вас Возвести на обзорную площадку С которой видно Очень красиво Барселона Но посмотрим Сможем мы туда доехать Или не сможем Сейчас мы с вами проезжаем Олимпийский стадион То есть не вот это Олимпийский стадион До Олимпийского стадиона Тоже мы пока что Не смогли доехать Это институт физкультуры К 92 году вообще Полностью улучшилась Барселона Олимпийский стадион